Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 16 сентября. Продание святой Всехвальной Великомученицы Есимии. Царство нефистило Деклетиана в начале 3-го столетия. Халкидоном управлял поставленный им проконсул Приск. Намереваясь устроить праздник в честь языческого Бога Арея, к коему в Халкидоне был посвящен храм, и в нем поставлено его изображение, Приск поставил от себя указ во все окрестные города и селения, повелевая именем царским, чтобы все собрались в Халкидоне на праздник, и чтобы каждый сообразно со своим состоянием приносил жертвы Арею. Арея или Марс, это языческий Бог, считался Богом войны, а вместе я хранителем людей и полей от всего вредоносного. В указе своем Приск угрожал великими муками тем, кто не послушает его повеления и не явится на праздник, для которого он назначил девятый день со дня издания указа. И вот, когда наступил назначенный для бесовского праздника день, собралось в Халкидон великое множество народа вместе с животными, приведенными для принесения в жертву, и все начали праздничное ликование, принося в жертву овец и волок, и поклоняясь бездушному истукану, или, лучше сказать, бесу в нем обитавшему. Тогда христиане тех мест, гнушаясь этим богомерзким праздником и боясь грозного гнева проконсола, стали скрываться и, собираясь в тайных местах, совершали служение истинному Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Мучитель, между тем, повелел сделать строгий розыск. Не противится ли кто его повелению? Нет ли людей, не поклоняющихся идолу арея? И найдено было, что противится мучителю христиане, ибо они не слушали повеления проконсола, и не воздавали бесу той чести, каковая подобает только одному истинному Богу. Мучитель же, разгневанный тем, что христианин не слушает его, повелел отыскивать их и предавать на мучения. В то время в одном тайном месте скрывалось 49 христиан, совершая молитвы. Между ними была прекрасная девица по имени Ефимия, благородного происхождения, дочь Филофрона, сенатора, и супруги его Феодоросии, людей благочестивых. Мучителю донесено было о тех скрывающихся христианах, и он повелел всех их взять и представить к нему на суд. Тотчас свирепые его слуги с оружием в руках устремились, как звери на добычу, на собранное Христово словесное стадо. Дом, где верующие тайно служили Богу, окружили они со всех сторон, чтобы никто не мог убежать. Выломав двери, они стали без милосердия вытаскивать христиан вон поодиночке и, взяв всех с бесчестием и насмешками, повели к проконсулу. Влекомые, как овцы на заклание, святые и смиренные рабы Христовы стали пред гордым мучителем, будучи готовы страдать за своего Господа даже до пролития крови. Увидев их, гордый властитель сказал, «Вы ли противитесь велению царскому и нашему, уничижая жертвоприношение, совершаемое в честь великого Бога Арея?» Христиане ответили, «По велению царскому или и твоему проконсулу, если оно не будет противно небесному Богу? Без сомнения, нужно повиноваться. Если же оно противно Богу, то не только должно не повиноваться, но даже и сопротивляться. Если бы повелевали нам то, в чем мы обязаны повиноваться властям, то мы воздали бы кесарева кесарю. Но так как ваше повеление противно и богомерзко, ибо вы повелеваете почитать тварь вместо Творца и заставляете поклоняться и принести жертву билосу, а не Богу Вышнему, то этого повеления вашего мы никогда не исполним, ибо мы истинные поклонники живущего на небесах истинного Бога». Тогда мучитель отвершил живые уста свои и, застрив как бритву свой льстивый язык, обратился к ним с хитросплетенной речью, стараясь обещанием даров и почестей отклонить с прямого пути к погнивельному ведрослужению тех, коих Господь стяжал честной своей кровью. В то же время проконсул угрожал им страшными мучениями, если они не захотят исполнять того, что он им советует и повелевает. Святые же отвечали, «Дары и почести Твои, проконсул, кое Ты нам обещаешь, мы давно уже отвергли от Тебя, возненавидели и признали ничтожными Христа ради, ибо имеем благо небесное, которое больше и лучше земных благ. Земные блага временны и непостоянны, небесные же вечны и неизменны. Страшных мучений, которыми Ты нам угрожаешь, мы не только не боимся, но даже весьма желаем их претерпеть, дабы проявилась в нас сила и крепость Бога нашего, которой Вы могли бы поделиться, и познав немощь Ваших скверных богов. Устыдите! Но для чего еще продолжает наше препирательство на словах? Начинай то, что Ты замыслил сделать, и убедись, что в нас будет гораздо больше твердости и терпения, чем у Тебя усердие к мучительству. Тогда мучитель начал их истязать различными пытками, и святые целых девятнадцать дней подвергались различным мучениям, всякий день получая новые раны и вынося голод и жажду. С ними была святая Дева Есимия, юная и прекрасная. Ободряя ее, они говорили, «Подвязайся, Дева, ради жениха небесного! Подвязайся угодить Ему страданиям! Подвязайся встретить Его с мудрыми Девами, чтобы Он возлюбил тебя, как невесту свою, и ввел тебя в свой чертог!» Затем в двадцатый день они были представлены на суд, где проконсул спросил их, «Может быть, наученные страданиями, вы захотите теперь оказать повиновение нашему указу?» Тогда святые мученики вместе со святой Есимией сказали в ответ, «Не надейся проконсул совратить нас с прямого пути! Скорее ты сможешь перевернуть горы на земле и подвинуть звезды на небе, чем отторгнуть наши сердца от истинного Бога!» Раздраженный этими словами, мучитель повелел долго бить их по лицу. Потом, видя, что это не имеет успеха, решил послать их к царю, а пока повелел заключить их в темницу. Когда их повели туда, проконсул выглядел святой Есимией, девицей юной и прекрасной, сиявшей в лике святых мучеников, как луна между звездами, и, подобно волку, похитил эту овцу из стада Христова. Она же, возведя очи, и руки к небу воскликнула, «Не оставь меня, вселюбезнейший мой жених Иисус Христос, ибо я на тебя надеюсь!» «Не выдай зверям душу, любящую тебя и исповедующую твое святое имя!» «Не дай врагу моему порадоваться надо мной!» «Укрепи меня, немощную рабу твою!» «Да не одолеет меня беззаконие!» Желая обратить ее к своему безбожию, мучитель изобретал всякие средства, чтобы привестить ее ласковыми словами, подарками и различными обещаниями, уловляя ее девическое сердце. Но она с твердостью говорила, «Не думай, мучитель, что ты легко можешь хитрыми уговорами склонить мою слабость к твоему нечестию и беззаконию!» «Ибо хотя я и женщина по природе, немощна по плоти и молода летами, но сердце мое все-таки тверже, чем твое, и сила моей веры гораздо крепче вашей храбрости!» «Кроме того, по милости Христа моего, я у нее разум больше, чем все ваши языческие вики, с которыми вы считаете себя мудрыми, будучи на самом деле безумнее всех невеж, так как не хотите познать истинного Бога, почитая беса за Бога!» «Итак, ты не привестишь мне хитрыми словами, как привестил некогда змей про матерь нашу, не сделаешь мне сладким этот горький мир с его наслаждениями, которые я почитаю за горечь ради сладчайшего Иисуса моего, и не победишь силы, совершающиеся в немощи, как бы ни были сильны твои нападения! Ибо я надеюсь на Христа моего, что Он не оставит меня, не отнимет от меня свою крепкую руку помощи, да коли гордая глава беса не будет попорна ногами жены!» Тогда мучитель, посрамленный таким ответом святой эфемии, весьма разгневался и, переменив на ярость свою мерзкую любовь, которую доселе ей оказывал, велел приготовить колесо для пытки со множеством острых ножей. Когда служители привязали к всему колесу святую деву, она оградила себя крестным знамением. И начали вертеть колесо, причем тело мученицу стало отрезываться кусками, а суставы раздроблялись. Она же усердно молилась Богу. «Господь, Иисусе Христе, обзывая, воспитая дева, просвещение души моей – источник жизни, подающий спасение надеющимся на Тебя! Прийди мне на помощь мне, дабы все узнали, что Ты – единый Бог и твердое упование для тех, кто на Тебя надеется! Не придет им зло, и рано не приближет эти лиси их, которые на Вышню положили прибежище свое!» Когда она помолилась, колесо внезапно стало, и служители упали обессиленные. Ибо ангел Божий Иисус сломал коловорот и, сняв с колеса святую девицу, исцелил ее раны и возвратил здравие. Она, засадя с колеса целое и здоровое, радостно воспела благодаря Богу и прославляя всемогущую Его силу. Увидев том, учителя все бывшие там, пришли в недоумение и много дивились этому чуду. Впрочем, где злоба ослепила душевные очи, там не могло принести никакой пользы столь великое чудо. Они не были в состоянии познать крепкую руку истинного Бога, и видя не видят, и слыша не разумеют, ибо окаменело сердце их. И чудесные знамения это сошли делом волшебства. После этого мучитель повелел в особой печи развести большой огонь и бросить туда святую. В то время как разжигали печь, и в ней уже разгоралось сильное пламя, святая мученица снова предалась молитве, которая некогда как броня защитила трех отроков в пищи огненной. А огню естественно святая дело противопоставила огонь усердной любви к Богу. И, возведя очи на небо, говорила, Боже, высший живущий на смиренных презирающих, ты в завалении трех отроков ради закона твоего преданных огню сохранил через ангела твоего святого целыми и неврежденными от огня, и послал им росу с неба. «Будь же помощником и мне, рабе твоей, так как я подвязаюсь к Христе мой ради твоей славы!» Так сказала она. И, озрабив себя как оружием крестным знамением, стояла спокойно, ожидая, чтобы ее бросили в огонь. Тогда два воина Виктор и Сосфен, которые тоже были бросить мученицу в печь должны, увидели дивное явление, показавшееся в огне. Перед ними явились ангелы Божии, которые разметывали в печи огонь и воспрещали касаться невесты Христовой. Увидев это чудо, они сказали мучителю, «Не посмеем мы проконцов прикоснуться к всей святой Деве нашими скверными руками и бросить ее в огонь, если даже ты веришь отсесть нам голову, ибо мы зри надивительное чудо, которое твои глаза не видят, и лучше терпеть нам твою ярость, чем гнев тех святоносных мужей, которые грозят нам из пламени огненного». Услышав о том, учитель разгрелся на них, подумав, что они христиане, и потому именно не хотят бросить девицу в печь. Он велел заключить их в узы, а свое приказание относительно Ефимии поручил исполнить двум другим воинам, из коих один назывался Кесарь, а другой Варий. Всей последней схватив девицу, бросил ее в печь. Но тотчас из печи вырвалось сильное пламя и стремившись на воинов, бросивших в печь девицу, сожгло их на том же месте в пепел, а трех служителей заставило бежать. Святая же, ликую посреди печи, кого в светлом чертоге и прохладной росе, пела песнь трех отроков «Благословен ты, Господи Божий Отцов наших, и святое и предпрославленное имя Твое вовеки». И совершилось дивное чудо. Огонь не прикоснулся к ей, даже не тронул одеждь ее, ибо сам жених ее нетленный Христос Господь тайно сошел в печь к святой невесте своей и оросил ее небесною прохладою. Когда печь погасла, святая вышла целая и здорова, чем всех привела в изумление. Не зная, что предпринять, научить им ее сбросить в темницу, говоря себе «Ночью придумай, что сделать с этой волшебницей». Потом, прижав к себе и Виктора, и Софена, обрушился на них со всей яростью, и обещал погубить них, если они не поклонятся идолам. Они же отвечали «До сих пор мы заблуждались, не ведая истины. Ныне мы познали единого Бога, создавшего небо и землю. Ему мы веруем и поклоняемся. Твоих же Богов, которым и мы прежде поклонялись, не ведая, что нас обольщают бесы, отныне уже почитать не будем. Делай с нами, что хочешь. В твоих руках тела наши, а души под защитой Божьей. И осудил их мучительно растерзание зверям». Когда же святые шли на то место, где были должны их растерзать звери, помолились усердно Богу, чтобы Он умилосердился над ними и просил им грехи совершенные в то время, когда они пребывали в заблуждении неверии, в белых души туда, где пребывают верующие в Него. И тотчас раздался смело божественный голос, призывавший их к упокоению. Услышав явление с радостью, предали свои души в руки Божии. Звери же не коснулись их тел, которые и были потом тайно погребены верующими. Когда прошла ночь, и наступило утро, мучитель сел на судейское место, и святые Ефимии выжили из темницы, идя на суд, она с весельем воспевала. «Воспою тебя, Господи, и песню новую!» «Я буду прославлять тебя, Господь, сила моя! Воспою тебя среди врагов и прославлю имя Твое, ибо Ты един истинный Бог, и нет другого Бога, кроме Тебя!» Так воспевала, пришла она на суд. Здесь ее долго допрашивали, истязали, и принуждали к принесению жертвы. Когда она все-таки отказалась повиноваться, то мучитель, убедившись в ее непреклонности, вел повесить и строгать ее тело острыми ножами. Однако и после этого мучения она силою Божией оказалась невредимою. Затем, выкопав глубокий ров и наполнив его водою, поместили в нем бесчисленное множество змей, ехидн, морских хедовитых гадов и всяких гадов земных и живущих в воде. Когда раздал наполненными, мучитель повелел бросить туда святую Ефимию. Она же, осеняя себя крестным знамением, говорила, «Свет мой, Иисус Христос, ты для тревогизодного зверя сохранил невредимого Иону, ты избавил Даниила от уст львов. Сохрани меня крепкою твоей рукой, да прославится и во мне святое имя Твое». Всеми словами она бросилась в ров. Змеи же и гады, приблизившись к ней, не сделали ей никакого вреда. Но, казалось, заботились о ней, ибо носили ее на себе, не давая потонуть во глубине рва, наполненного водою. Святая дело, из него вышло, по милости Божией, без всякого вреда для себя. Мучитель уже приходил в совершенное недоумение, не зная, что еще делать с нею. Желая все-таки ее погубить, и думая, что волшебство, которым, по ее мнению, владела святая, преодолевает только явные опасности, а не тайные замыслы, повелел он выкопать другой ров и наполнить его острыми копьями, мечами и ножами, воткнувшись все это оружие на дне рва, остриями кверху, а снаружи прикрыв его немного сучами и землею. Потом он повелел мученице и перейти через этот ров, рассчитывая, что она ничего не зная, упадет на воткнутое острое оружие и умрет от ран. Но Святая перешла легко, как птица, перелетающая через сети. Некоторые же изнышники, не зная о том рве, упали в него и погибли. Увидя это мучитель, был поражен стыдом. И вспомнили здесь слова Писания, вырыли рот, выкопали его и пали в яму, которую соделали. Святая же хвалила Бога, воспевая, кто из глаголиц силой Господней, слышно сотворит все хвалы Твои, Господи. И по мученную рабу Твою Ты сохранил невредимую от ран, спас от огня, защитил от зверей, воды и колеса, воды и колеса, и вывел из орва. И ныне, Господи, избави душу мою от руки того, кто искони был врагом всех послушных Тебе. Грех нености моей и неведения моего не помяни, на каплями крови Твоей пролитой за меня очисти скверну плоти и духа моего, ибо Ты очищение, освящение и просвещение рабов Твоих. Проконсул попытался еще раз прельстить ее ласковыми словами. «Не бесесть и сказал народа Твоего, не губи света юности Твоей и не обрекай себя на смерть. Почти великого Орея, и Ты будешь всеми нами почитаема, хвалима и награждена великою славою и богатством!» Он говорил и многое другое, чтобы прельстить ее. Но она смеялась над ним и называла безумным. Тогда он снова начало ее мучить и жестоко избив палками велел перепилить ее острой пилою, но пила не могла нанести никакого вреда ее святому телу. Потом он повелел жарить ее на раскаленной сковороде, но сковорода охладела, ибо ангелы пребывали с невестой Христовой, сохраняя ее во всех мучениях. Наконец проконсул осудил Епифания на сиденье с зверям, когда святую вели в цирк, где ее должны были растерзать звери. Она молилась, чтобы Господь послал конец ее мучению, принял душу ее в свои руки и повелел ей из многострадального тела перейти в желанную страну. — Господи сил, — говорила она, — ты явил на мне твою непобедимую силу и неодолимую десницу. Ты показал немощь бесов и безумие мучителя, а меня поставил выше всех мучений. Как подпустил ты убиение и пролитие крови бывших до меня мучеников, так ныне приими мою жертву, принесенную тебе от души сокрушенной из смиренного духа. И упокой душу мою в селениях святых, и веки мучеников, ибо благословен ты во веки. Когда святая Ехимия окончила свою молитву, на нее были выпущены звери, львы и медведи, но они, приблизившись к ней, лизали ей ноги. А одна только медведница нанесла ей небольшую рану, из которой потекла кровь. В это время послышался голос с неба, призывающий ее в горние обители. И тотчас она предала дух свой Господу, ради коего со всей преданностью пострадала. И потряслась земля, и город заколебался, стены разрушались, храмы падали, и всеми овладел великий ужас. Когда же все страхи убежали из цирка, святое тело мученица осталось простертым на земле. Родители Ехимии взяли свою святую дочь и с почестями погребли ее близ города на расстоянии одного поприща. Они благодарили Бога, радуясь, что сподобились быть родителями такой дочери, которая через пролитие крови своей сделалась невестой небесного жениха Христа и Царя всех, коему честь и слава с Отцом и Святым Духом ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok